Популярный интернет-ресурс опубликовал рейтинг самых частых запросов пользователей в 2017 году. Чаще всего мы искали фильм «Матильда» и интересовались штрафами за отсутствие знака шипы. Но это далеко не все самые главные интересные темы уходящего года. Анализ провела моя коллега Светлана Доброхотова. Она уже в студии. Света, тебе слово. Спасибо, Юра. Я сначала предлагаю посмотреть на самые популярные темы этого года. Это чаще всего пользователи всемирной паутины забивали в поисковую строку слово «эшкэре». Честно признаться, я сама не знала ничего о его существовании до этого момента, но статистика говорит сама за себя. «Эшкэре» — это любимая фраза рэперов. «Давайте это получим», она означает, и возникла благодаря некоторой деформации с английского «let's get it». На втором месте рейтинга появляется наш замечательный ждун. Сейчас он у нас здесь обязательно появится. Голландская художница Маргарит Ван Бревард, пожалуй, стала популярнее Венеры Милосской. Этот ждун стал популярнее. Ну и напоследок фраза «это фиаско, братан». Она родилась из следующего видео, сейчас сами все поймете. Это фиаско, братан. Я так и знал, что ты только так можешь поступить. Забавно. Достойно нескольких тысяч просмотров в Рунете, правда? Ну а что ж, мы давайте пойдем хайпанем, в смысле раздуем наш рейтинг дальше, и пойдем к самым популярным вещам. Что же мы чаще всего искали в интернете в этом году? Безусловно, самой популярной вещью стала криптовалюта — биткоин. Существует она только в цифровом варианте, много споров по поводу нее возникает. Да и стоит этот воздушный капитал баснословно. На секундочку. За один биткоин — 1 миллион 52 тысячи 200 рублей сегодня. На втором месте нашего пьедестала — спиннер. Вредность этих игрушек для детей мы обсуждали все лето. И завершает наш рейтинг опять валюта. Но на этот раз русская — 2200 рублей с изображением Крыма и Дальнего Востока. Ввести их в оборот обещали уже в декабре этого года. Безусловно, в этом рейтинге были и популярные смартфоны, и другие гаджеты, а еще рэп-баттлы. Вот, кстати, на современных эстрадных исполнителях и других популярных личностях предлагаю остановиться подробнее. Итак, самыми популярными мужчинами 2017 года, согласно статистике запросов, в интернете стали певец Дима Билан и шоумен Андрей Малахов. А вот внимание к женщинам обосновано политической ситуацией. Прежде всего, самой популярной стала Марина Максакова, экс-депутат Госдумы России. И Юлия Самойлова, которая не смогла представить Россию на конкурсе Евровидения в этом году. Ну и, конечно, из песни слов «Не выбросишь», как я уже сказала, запомнился в поисковиках этот год и рядом политических событий. Как внутри страны, так и вне. Но, господа, это уже совсем другая история.